Гийом Мюссо. Завтра. Издательство Эксмо. Он – профессор философии в Бостонском университете, который горько оплакивает смерть жены. Она – сомелье в нью-йоркском ресторане, которая недавно рассталась с любимым человеком. Казалось бы, у них нет шансов встретиться. Но в наш век высоких технологий возможно все. Мэссио становится владельцем ноутбука, некогда принадлежавшего Эмми. Так начинается их знакомство. А когда он понимает, что его новая приятельница живет в 2010 году, а он в 2011, у него созревает дерзкий план. Теперь судьба Мэссио в Эмминых руках. Ведь еще год назад его жена была жива, а значит ее гибель можно предотвратить. Главное – уговорить Эмму ему помочь. Издательство Эксмо. Читает Максим Киреев. Часть первая. Случайные встречи. День первый. Глава первая. Среди призраков. Мы не те, кого показывает нам зеркало. Мы те, кто отражается в сияющих глазах. Тарун Дже Теджпал. Тарун Дже Теджпал. Знаменитый индийский журналист и главный редактор популярного еженедельника, включенный журналом Business Week в число 50 людей, которые меняют современную Азию. Автор романа «Алхимия желания». Гарвардский университет. Кембридж. 19 декабря 2011 год. Амфитеатр переполнен студентами, но в аудитории мертвая тишина. Стрелки на бронзовом циферблате старинных настенных часов показали 2 часа 45 минут. Лекция по философии молодого преподавателя Мэтью Шапира близилась к концу. Эрика Стюарт, студентка 22 лет, сидела на первом ряду и не сводила с преподавателя глаз. Вот уже целый час она безуспешно пыталась привлечь к себе его внимание, согласно кивая каждому его замечанию и всем своим видом показывая, как завороженно она его слушает. Усилия пропадали в Туне, однако безразличие преподавателя делало его образ еще притягательнее. Моложавое лицо, короткая стрижка и пробивающаяся бородка наделяли Мэтью Шапира необыкновенным шармом в глазах студенток и ни одна вздыхала о нем. Потертые джинсы, высокие ботинки, водолазка. Мэтью был похож скорее на студента или аспиранта, чем на своих коллег, что с суровым видом шествовали по студенческому городку. Однако привлекательная внешность была не главным его достоинством. Главным было красноречие. Мэтью Шапира был одним из самых популярных преподавателей в студенческом городке. Он преподавал в Кембридже пять лет, и на его лекции с каждым годом приходило все больше студентов. Молва о нем ширилась, и вот уже чуть ли не восемь сотен студентов записалось в следующем семестре на курс лекций по философии. Теперь преподаватель вынужден был их читать в самой большой из аудитории Северхолла. Если философия не избавляет ум от страданий, она бесполезна. Каллиграфически выведенная на доске Максима Эпикура выражала суть лекций Мэтью. Он стремился, чтобы его лекции были понятными и полезными беседами, и не любил загромождать их абстрактным теоретизированием. Поводом к рассуждению всякий раз становился реальный случай. Мэтью начинал беседу с разговора об обыденной студенческой жизни, с обсуждения проблем, знакомых каждому студенту, страха провалиться на экзамене, горе из-за разрыва с возлюбленным, тирании чужого мнения, поиска смысла в приобретении знаний. Поставив проблему, он призывал на помощь Платона, Синеку, Ницше, Шопенгауэра. Благодаря живости изложения, великие философы неожиданно оказывались не занудами из университетского учебника, а близкими добрыми друзьями, способными дать полезный и утешительный совет. В своих умных, приправленных юмором лекциях, Мэтью не брезговал и так называемой поп-культурой. Фильм, песня, мультик – все могло стать предлогом для философствования. Даже телесериалам нашлось место в его философском курсе. Доктор Хаус становился живым примером в разговоре об экспериментальном познании, Робинзонада остаться в живых давала повод порассуждать об общественном договоре, рекламщики из безумцев помогали изучать эволюцию отношений между мужчиной и женщиной. Но если прагматическая философия Мэтью сделала его звездой из тутгородка, то из-за нее же ревнивые коллеги всячески клевали его и называли верхоглядом. По счастью, высокие баллы, которые получали на экзаменах ученики Мэтью Шапира, их успех на студенческих конкурсах, свидетельствовали пока в его пользу. Группа энтузиастов даже засняла его лекции и выложила на YouTube. Их инициатива привлекла внимание одного журналиста из Boston Globe, и он написал о молодом преподавателе статью. Еще одна статья о нем появилась в New York Times, после чего Мэтью предложили создать антиучебник по философии. Он написал его. Антиучебник великолепно продавался, но популярность не вскружила голову Шапира. Он по-прежнему возился со своими студентами и заботился об их успехах. Однако светлая полоса вскоре сменилась черной. Следующей зимой Мэтью Шапира потерял жену. Она погибла в автокатастрофе. Безвременная жестокая смерть угнетающе подействовала на философа. Он продолжал читать лекции, но увлеченность, которая воодушевляла всех, погасла, и лекции потускнели. Эрика прищурилась, стараясь яснее рассмотреть преподавателя. Потеря надломила Мэтью. Черты его лица обострились, глаза погасли. Но траурная одежда, сумрачный взгляд, аура меланхолии еще опаснее для беззащитного девичьего сердца. Девушка прикрыла глаза и замерла, слушая низкий, хорошо поставленный голос, который и заполнял аудиторию. Голос, утративший энтузиазм, но сохранивший волшебное свойство, дарить уверенность в себе. Солнечные лучи лились через окна, согревая просторную аудиторию, светя в глаза средним рядам. Эрике стало так хорошо, так спокойно от умиротворяющих звуков бархатного голоса. Но каким коротким оказался светлый миг. Она вздрогнула от резкого звонка, возвестившего конец лекции. Неспеша стала складывать книги и тетради, дожидаясь, чтобы аудитория опустела, и тогда робко подошла к преподавателю. «Что вы тут делаете, Эрика?» удивился Мэтью, узнав ее. «Вы прекрасно сдали курс философии в прошлом году. Вам нечего делать на моих лекциях?» «Я пришла благодаря афоризму Хелен Роуленд, который вы так часто цитировали». Мэтью сдвинул брови, пытаясь вспомнить, какой именно из афоризмов имеет в виду девушка. «Больше всего мы сожалеем о тех безумствах, которые не совершили, когда была возможность». Девушка призвала на помощь все свое мужество и продолжила. «Чтобы не сожалеть, я решила совершить безумство. В общем, в будущую субботу у меня день рождения, и я бы хотела пригласить вас поужинать». Глаза Мэтью слегка округлились от удивления, и он сразу же постарался вразумить свою ученицу. «Вы же умница, Эрика. А значит, знаете сами все 150 причин, по которым я откажусь принять ваше приглашение». «Но не потому, что вам оно неприятно, правда же?» «Не настаивайте, прошу вас», – оборвал Нью. Эрика вспыхнула, оробев, застыдившись, пробормотала несколько слов в свое оправдание и пошла к двери. Мэтью вздохнул, надел пальто, завязал шарф и тоже вышел на улицу Студградка. Продолжение следует... Продолжение следует...